всем большой привет дорогие зрители и в сегодняшнем видео мы нарисуем такие узоры где-то повторим где-то научимся делать что-то новое где-то просто попрактикуемся будем создавать кисти пользоваться плагином и создавать такие вот объекты для стоков кому интересно оставайтесь со мной и приятного просмотра давайте начнем с подготовочных таких работ и мы нарисуем просто узоры ну скажем так для как для наших кистей не знаю почему но здесь я тоже хочу нарисовать эту сетку просто чтобы мне было как-то то ли я к ней привыкла и блокирую и все и теперь я нарисую скажем так несколько кисточек и так по какому принципу я буду делать берем один этот узор добавляем в кисти ставим объектная кисть окей и вот тут у нас три варианта масштабировать пропорционально растянуть по длине объекта растянуть между направляющими так дать и понимаем чем разница так масштабировать пропорционально прием кисть первый вариант ну и собственно можно просто нажимать два раза менять настройки масштабировать пропорционально то есть я могу какой-то хвостик чтобы он не видоизменялся но здесь это не очень актуально и так ну вот в принципе по такому принципу мы будем строить наши кисти так первый вариант вот этот у меня вот будет такой лепесточек здесь где-нибудь сузим сузим расширено так как нибудь какой нибудь такую форму дадим и с ним уже будем работать по другому принципу в принципе вот так кривой и занесем в кисть также объектная кисть так давайте повернем его по горизонтали и вот здесь мы выбираем на растянуть между направляющими и выбираем этот хвостик который и будем растягивать это окончание по идее не должно будет меняться давайте что-нибудь изобразим вот то есть он растягивает основание давайте допустим выделим эту кисть зайдем в настройки и поменяем допустим масштабировать пропорционально видите хвостик увеличивается растянуть но здесь тоже хвостик увеличивается и только между направляющими до сам хвостик ну грубо говоря практически не деформируется а и 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 я думаю на этом будет достаточно и давайте все это переведем в кисти что-то у нас получилось давайте теперь попробуем на что на все ли у нас правильно работает для начала пока что хватит и так я открываю плагин зеркальный который скажем так я нередко буду использовать здесь есть четыре области которые можно закрасить так что я делаю кисти которые я нарисовала control c control в я их вставляю не для того чтобы здесь так это красиво разместить а просто потому что ними в галерее появляются удаляем а в галерее они у меня есть и я могу с ними спокойно работать и так в чем плюс что мы сейчас можем что-то взять например вот она мне будет сразу же дублироваться и сейчас моя задача нарисовать какой-то узор который мне будет но нравится что теперь давайте сделаем из нашего узора попробуем сделать паттерн это буду делать с помощью плагина ставим по центру один из наших узоров и открываем magic pattern про вот magic pattern про выходит окно можно выбрать один из вариантов я выбираю всегда выбрать все варианты сейчас он скажем так обрабатывает смотрим что у нас получилось вот такие варианты у нас получились а 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 и а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот такой вот вариант у нас получается, то есть эти узоры мы будем в дальнейшем использовать также для оформления работы, ну и как для вспомогательных элементов. Все, до встречи в следующем видео. Спасибо за просмотр и всем пока!